Коллеги, вот поднимите руки, кто зарегистрирован в социальных сетях, как чиновник. Необычный вопрос от в Рио губернатора Нейнского округа Юрия Бездудного к своим заместителям и руководителям департаментов несёт в себе вполне логичный смысл. Социальные сети – самый простой способ напрямую обратиться с вопросом по волнующей теме к ответственному лицу. Однако на данный момент абсолютно все вопросы поступают в личные сообщения в Рио губернатора. Мы же можем с вами общаться с людьми в социальных сетях. Давайте за эту неделю все вы зарегистрируетесь не как просто физические лица, а как чиновники вы зарегистрируетесь в социальных сетях. И люди будут знать, что вы руководитель департамента такого-то или заместитель губернатора. Тогда вот там сотни вопросов по здравоохранению будут идти не мне, а Сергею Анатольевичу будут идти. И будут спрашивать, где сдавать тесты, куда обращаться за помощью, когда наконец появится лекарство в аптеках. Сергей Анатольевич, не мне будут эти приходить вопросы, а вам будут приходить вопросы. Новый формат работы, отметил Юрий Бездудный, позволит чиновникам глубже погрузиться в свою работу и оперативно принимать решения. Речь идет о всех сферах жизни. Так, на сегодняшний день много обращений поступают по стройкам, в частности по ограждению территорий строящихся объектов. Такое впечатление, как будто они бесхозные какие-то. Покосившиеся столбы, сетка рабица, туда забраться не составляет никакого труда. То есть еще чуть-чуть и дети превратят эти строительные объекты в свои, скажем так, объекты для игр. Ну а как будет по-другому, если там нет нормальной охраны на объекте, там нет нормальной изгороди. Дайте им предписание, чтобы они закрыли эти объекты должным образом и охраняли. Данный вопрос, по словам руководства профильного департамента, будет отработан совместно с Гостро и Жилнадзором в течение недели. А вот мэрии в ближайшее время предстоит навести порядок на детских площадках, которые выглядят бесхозными. Одна из таких во дворе дома на Рыбников-3А. Там в песочнице доски. Я очень сомневаюсь, что это дети решили в таком малом возрасте уже строить там какие-то сооружения. Там какие-то перекладины сломаны. Ну ее точно нужно подкрасить. Вот объективно можно понять мамочек, которые просто взывают о помощи, потому что в этом году не удалось всем выехать на отдых. Ну естественно дети куда высыпали? Гурьбой высыпали во дворы. По словам мэра города Олега Белокат, данная работа будет проведена в ближайшее время. Площадка должна соответствовать определенным критериям безопасности. В целом же микрорайон улиц Рыбников ждет масштабное благоустройство. Что касается всей этой территории, там Рыбников-3 и так далее уходит, весь эта территория туда, там Апельсин. У нас есть территория, она подлежит комплексному благоустройству. И там проект, потому что там эти дома переходят, она очень длинная, там проект благоустройства оценивается в нескольких десятков миллионов рублей, порядка 80-90 миллионов, если целиком. Еще один вопрос, который поступил к врио губернатора от жителей – высокая цена на путевки на вылов рыбы. Для семей, где почти каждый житель рыбак – неподъемная сумма. Мы в прошлом году отбили Главрэбвод, это организация, уполномоченная на выдачу путевок. Она хотела поднять стоимость до 3000 большими усилиями. При обращении напрямую в Министерство удалось эту стоимость все-таки сохранить на уровне 2000 рублей. Альберт Маратович, вот 1000 рублей – это еще более-менее разумная цена. Давайте, куда нужно обращаться, чтобы эта стоимость была доступная? Чтобы люди воспользовались вот этим маленьким периодом лета и могли совершенно спокойно ловить. Легально. Легально ловить. Возможные способы снижения стоимости путевки на вылов рыбы в рио губернатора предложат на следующей планерке. К этому же времени все замы губернатора, а также руководители департаментов должны завести свои аккаунты в соцсетях, чтобы напрямую давать ответы на вопросы жителей. Мария Даник, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».